В преддверии окончания учебного года и выпускных вечеров родительская общественность, а также администрация учебных учреждений предупреждены о недопустимости сбора средств на подарки, а также проведения мероприятий в увеселительных учреждениях. Запрет введен не только на это. Было сказано на брифинге региональной службы коммуникации с участием руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования. Что еще нельзя и что все-таки можно, выпускникам расскажем в следующем сюжете. Выпускники сейчас озадачены не только предстоящим тестированием, но и тем, как проститься со школой. В последние годы выпускные вечера не проводились из-за пандемии, а в этом году свои изменения внесло Министерство образования и науки. Все мероприятия должны проходить в стенах школы или на ее территории. В целях соблюдения педагогической этики и профилактики не допускается. Привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничные агентства, частная студия для проведения торжеств, организация праздничных столов, проведение выездных экскурсий по городу, району с прилечением автомобилей на прокат, сбор денежных средств на подарки администрации и педагогам, организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях. Вместо этого деньги, потраченные на стол и дорогие подарки, предлагается направить на благотворительность. Кроме того, в апреле был издан специальный приказ профильного министерства, согласно которому учителей нельзя привлекать к ремонтным работам, принуждать выписывать газеты и журналы. Приобретение товаров для оформления кабинетов и так далее. Сбор и анализ информации о деятельности организации образования и профессиональной деятельности педагогов по обучению и воспитанию необходимо осуществлять через объекты информатизации в области образования. Организации образования должны предоставлять необходимую информацию только по запросу Министерства образования и науки, а также органам управления образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В случае нарушения этих норм образовательные организации и педагоги могут обращаться в региональный департамент по обеспечению качества в сфере образования, за оскорбление учителя несензурную брань или проявление неуважения с использованием средств массовой информации или телекоммуникационных сетей предусмотрено административное наказание. В случае совершения подобных действий учащимся на родителей налагается штраф в размере 20 МРП. Екатерина Шмидров, Стэм Ищанов, Айдос Кисимов, Телеканал Акжаик. Продолжение следует...